всем привет в данном видео рассмотрим такой вопрос который относится у нас непосредственно к шумоподавлению то есть вопрос который называется denoiser ну фактически шумодав для этого у нас есть сцена стандартная скажем из предыдущего видео у нас здесь есть абстрактный объект есть пол соответственно сцену мы отравниваем и перспективе выставляем ракурс пускай будет вот таким то есть но здесь больше скажем будет описательная часть нежели что-то из просчета либо каких-то моментов касающихся например настройки материалов или чего-либо у нас здесь фактически раз мы рассмотрим один раздел полностью и некоторые моменты дополнительные то есть здесь в сцене по материалам все стандартная то есть ground есть с текстурой если переключиться в rendered режим то вот она текстура до серый материал применен на абстрактный объект соответственно второй раздел расширения пропускаю дальше у нас идет камера здесь 12 его у нас установлено значение то есть как бы ничего особенного не меняется по освещению здесь у нас просто наш купол и соответственно переходим в раздел output здесь у нас все закрыто пока что но нам необходим раздел вот denoiser то есть мы большую часть из всего этого рассмотрели то есть нас остался denoiser и остались остался раздел render channels но мы еще коснемся раздела экспорт то есть открываем раздел denoiser и здесь у нас по умолчанию то есть если мы сбросим вот эти все настройки по умолчанию у нас установлена отметка в режим отключена то есть вариант denoiser у нас выключен для того чтобы его включить соответственно активируем и дальше у нас идем по параметрам то есть denoiser image у нас denoiser image можно указывать предположим в ту же самую папку куда мы все основное указываем то есть если мы фолдер указали вот здесь да где все это будет сохраняться то сюда же мы можем указать и непосредственно изображение которое будет с уменьшенным шумом то есть это путь сохранения куда дальше у нас идет вариант применения шумоподавления то есть здесь два скажем способа и чесель это у нас после каждого уровня симплирования если у нас их предположим 10 то после первого будет denoising применен после второго после третьего и так до десятого либо мы можем denoising применить в конце но если он применяется в конце то соответственно все равно он будет применен от первого до десятого по факту то есть нет такого что предположим denoising применяется только к последнему сэмплу то есть картинка с последним сэмплом готова да и к ней denoising применяется нет он все равно просчитает все поэтому здесь можно выбирать ну фактически и часы он у нас чуть чуть больше памяти забирает at the end ну чуть чуть меньше но здесь не так это критично то есть здесь это не особенно влияет там на производительность не на память то есть таких больших разбегом не будет дальше у нас идет стартовать откуда то есть мы можем denoising установить с какого-то уровня сэмплирования если мы предположим ставим 15 да и не хотим чтобы у нас каждый уровень просчитывался есть каждый шаг просчитывался то нам необходимо установить с какого шага мы начнем если 15 шагов у нас 15 уровень уровней сэмплирования то мы можем начать предположим с 10 или с 11 то есть первые 10 уровней будут просчитаны без шумоподавления следующие опять будут просчитаны с шумоподавлением то есть это опция это с откуда с какого уровня сэмплирования стартует непосредственно шумоподавление процесс дальше у нас есть здесь использование видеокарты то есть мы для шумоподавления можем использовать видеокарту если на системе установлена ну будем так говорить например если брать nvidia то с 10 серии сейчас уже вышла 30 серия то есть с 10 серии мы вполне можем отметку ставить дальше идет автоконфигурирование то есть вот это автоконфигурирование касается непосредственно вот этой части то есть либо будет шумоподавление производится быстрым способом но не аккуратно либо аккуратным способом но медленно то есть здесь два таких варианта если мы ставим fast то у нас скажем шумоподавление в тенях она не работает она отключена если мы ставим аккуратно это у нас появляется отметка шумоподавление в тенях и соответственно будет аккуратно подавляться шум в тенях с использованием видеокарты и отметка вот это the noise shadow у нас позволяет указать то, что мы будем производить шумоподавление в тенях. То есть раздел здесь он не слишком, скажем, сложный по пониманию. Моменты все стандартные. То есть мы даже по названиям вполне можем определиться адекватно, что, как и почему. Этот раздел он не имеет отношения вот к этой части. Он имеет отношение, когда мы отправляем нашу готовую сцену непосредственно в движок просчета. То есть в ядро в кор. По поводу вот этого раздела здесь все. То есть фактически мы рассмотрели почти все. Единственное, у нас осталось рендер ченнесс. И дальше перейдем вот к этому разделу. Здесь довольно интересные есть опции, которые скажем, можно использовать. Здесь по умолчанию, когда все сброшено к заводским, скажем, настройкам, у нас здесь есть экспорт инстансные объекты. Native lights это родные источники света Максловские. Здесь вот эта отметочка protected mxs. Если мы хотим нашу сцену защитить от того, чтобы ее, предположим, при передаче в студию, из студии не экспортировали в любой файл, файл мы ставим protect mxs. Как это работает? Вот мы создали какой-то объект, моделировали, мы не хотим, чтобы его смогли извлечь из программы. Ставим отметочку protect mxs. Отсюда отправляем в студию и в студии этот объект защищен. То есть, мы делали это, предположим, врина, отрендерили, доделали кое-что в студии, например, сделали картинку и если там предположим, файл вот этот кому-то передать, попробовать сделать какое-то другое освещение либо там другие материалы, то из студии мы не сможем извлечь вот эти объекты, чтобы обратно вернуть врина. То есть, можно ставить protect, но, скажем, это такая псевдо-атметочка по борьбе с пиратством. Дальше у нас displacement понятно, то есть, это у нас неровности наши экспортируются. То есть, отсюда это экспорт именно непосредственно то, что мы сделали врина, экспорт в студию. Дальше у нас есть disable extension, то есть, это вот этот раздел, то есть, мы его не рассматривали, поэтому вот это можно не ставить, можно установить, здесь как бы особенная без разницы. Единственный вариант, который стоит установить как альтернативный, это кэш, то есть, кэширование меша. Дело в том, что когда производится экспорт из рино, он производится не нерпс объектов, а производится меш, то есть, сетка. Там производится команда extract render mesh относительно настроек, которые внутри рино установлены. по параметру меш вот этому, с вот этими настройками делается экспорт сетки и, соответственно, можно его кэшировать, если какое-то количество раз мы отправляем, то есть, мы что-то изменили, отправляем, что-то изменили, отправляем, основные объекты у нас будут кэшированы, да, остальное мы уже будем менять. Дальше есть такой вариант. Вот здесь можно вот эту отметку установить. Почему? При каждом экспорте вот этой сцены в студию, то есть, мы вот эту сцену экспортируем в студию и, соответственно, получаем вариант по поводу наших камер. То есть, смотрим, у нас здесь камер, ну, большое количество, да, нам они все не нужны, то есть, я вот это закрою и теперь поставлю active camera only, то есть, и еще раз сделаю замену и еще раз экспортирую это в студию и посмотрим, что в этом случае изменится. То есть, камера у нас только одна появилась, то есть, мы в наших настройках вот здесь active camera only устанавливаем только вот эту часть. Если нужно экспортировать только вот этот ракурс, если нужны все камеры, то, соответственно, отметку отключаем. И вот эту часть, то есть, дисперсия и размытие движения, здесь они установлены, это однозначно экспортируется. Единственное, что еще желательно установить, это pack and go, то есть, сцена будет, скажем так, паковаться в том месте, где мы ее сохранили, то есть, путь поиска текстур будет от этого места. То есть, вот эту отметку желательно устанавливать и тогда мы ничего не потеряем. То есть, в этом случае Maxwell будет знать, где пытаться искать, предположим, те же самые текстуры, потому что частенько вот эту часть не указывают, например, и в материалах текстуры теряются, поэтому желательно вот эту часть. Но это, скажем, такой аналог архивирования сцены в Rina, но Rina пакует просто архив, вернее, V-Ray пакует просто архив, в котором внутри архива идет сцена, идут HDRI-карты, идут текстуры, но все просто внутри архива, там нет какой-то иерархии, нет какой-то структуры, то есть, все в одном архиве. Здесь фактически то же самое, только с вот этой отметкой, то есть, это то, что касается экспорта, то есть, у нас в сцене есть текстуры, есть материалы какие-то, да, мы их экспортируем, и чтобы та же студия не искала, где-то там и не показывала нам, что материалов нет, либо текстур нет, соответственно, ставим вот эту вот отметочку Pack & Go и получаем непосредственно, предположим, в студии возможность все это найти в нужном месте. То есть, фактически в данный момент, ну и здесь Light Multiplier, то есть, мы можем указывать значение для наших, ну, там, выставлять таким, если мы Light Mix Multi Light используем, то, соответственно, можем там накручивать уже непосредственно мощность. То есть, фактически здесь у нас вот эти части все мы уже рассмотрели, вот эти все меню, осталось только вот это большое меню, которое касается непосредственно Render Channels, то есть, каналов рендера. В данном случае, ну, сцену я эту приложу, здесь мы ничего фактически не использовали, не смотрели, потому что здесь этот Denizer, ну, фактически его можно, предположим, для проверки, то есть, мы вот здесь Time Limit поставим минуту, ну, и здесь можем поставить, предположим, 12. Мы в данном случае все равно не доберемся, фактически, поэтому вот здесь единственное только желательно устанавливать непосредственно куда будет сохраняться это изображение. Если мы этого не указываем, то мы получим там, где у нас сам файл сцену, то есть, если он не сохранен, значит, будет в темпе, если он сохранен, значит, будет в той папке, где... Ну, и, соответственно, можем просто забросить этот файлик непосредственно в просчет, то есть, мы какие-то себе установки сделали и получаем возможность, то есть, сэмпла у нас вот 4, да, вот у нас дальше второй вариант экстра сэмплинг мы не ставили, второй вариант у нас вот этот, который сэмплирование 2, это то, что касается непосредственно нашего там, денойзинга, но мы все равно увидим вот здесь еще отметку, то есть, здесь можно смотреть, да, вот оно изображение D, то есть, денойзинга, и если его менять, то есть, вот здесь шума нет, вот здесь шум есть, ну, если присмотреться поближе, да, то, соответственно, вот здесь шума нет, вот здесь шум есть, то есть, вот оно наше изображение и мы получаем вот такую вот ситуацию, то есть, здесь по большому счету у нас есть еще shadow, дополнительные пассы, которые дают нам непосредственно для денойзинга, то есть, здесь включено то, что необходимо, плюс по умолчанию там некоторые моменты из рендер-канала включены, но это уже, скажем, в следующем видео, то есть, вот он, пасс денойзинг, вот он, и мы в данном случае получаем вот такую вот ситуацию, то есть, у нас изображение, ну, поскольку размер маленький, то, соответственно, мы получаем немножко размыленную такую картинку, как только у нас будет изображение по разрешению побольше, мы получим, соответственно, другой вариант, то есть, ну, здесь переключение немножечко вот запаздывает между одним и вторым, дальше у нас, то есть, мы можем посмотреть каналы, которые, ну, они все подписаны, и, соответственно, мы получаем вот такую вот ситуацию, то есть, мы можем подождать, можем не ждать, здесь у нас сэмпл левел, вот он один, первый, да, стандартный, второй сэмпл левел, это дополнительные вещи для денойзинга, и вот у нас денойзинг 11, то есть, установлено все то, что нам необходимо для считывания информации, то есть, мы здесь можем смотреть, все у нас есть, если мы еще вот этот объект поставим на просчет сильнее, скажем, чем весь фон, то мы получим в итоге еще плюсом вот на вот этом объекте дополнительные просчеты, фактически, то есть, как бы, ну, процесс здесь для этой картинки он идет вполне адекватный, потому что картинка маленькая, то есть, она даже не 1К, поэтому, и вот здесь по вот этим параметрам можно ориентироваться, как у нас идет просчет, то есть, first pass, second pass, denoise, фактически, мы получаем вот такую ситуацию, то есть, у нас первый проход, второй проход и denoise, то есть, первый проход у нас стандартная картинка, второй проход, ну, насколько я понимаю, вычисляется разница между первой картинкой и второй, и denoise, это у нас результат разницы между первой и второй картинками, ну, могу ошибаться, но в принципе, как бы по логике вещей, наверное, скорее всего так, и в итоге мы получаем три параметра, но, то есть, возникает вопрос, почему тут этот denoise вынесен вот сюда далековато, да, то есть, желательно было бы его, конечно, вот сюда вынести, либо после sl2, либо после extra sampling, чтобы вот эти значения были в одной стороне, а, соответственно, все остальное было в другой стороне, то есть, и в данный момент, вот мы через там, три минуты получим 15-й пас, то есть, 15-й уровень сэмплирования, да, вот эта отметочка найдет, но, когда считается second pass, работает вот эта часть, то есть, вот она 14 сработала, соответственно, следующий нам нужен первый, как только первый пройдет, соответственно, просчитается второй, досчитается, вот эта часть, вот уже уровень нашего denose, он на отметочке 14 сэмплов, и мы получаем вот такую ситуацию, то есть, у нас рендер чистый, в принципе, здесь еще чище, скажем, но здесь уже разница между ними не сильно большая, то есть, если мы приблизимся, посмотрим, да, здесь вот, то есть, не очень сильно, на картинке, которая будет просчитываться, предположим, в большом разрешении, да, мы будем уже видеть, соответственно, немножечко другие варианты, здесь, во-первых, еще освещение, такое однородное, скажем, со всех сторон, и мы получаем разницу между стандартным изображением, вот этим, да, и изображением, которое у нас с денозером, с подавлением шума, оно почти одинаково, почти приближено, ну, вот, то есть, второй паз у нас досчитался, уровень цемплирования 15, нам больше здесь не нужно, то есть, у нас на данный момент считается вот эта часть, SL2, и в итоге мы получим вот эту разницу здесь, то есть, у нас здесь осталось на 30 секунд, как бы не сильно много, да, и мы вот здесь еще плюс SL можем видеть, смотреть уровень цемплирования по картинке, он вот здесь получается, показывает нам фактические ситуацию, когда тут еще только считается, да, а вот в этом моменте, вот здесь, вот здесь уже, он немножечко идет впереди, ну вот она досчиталась, то есть, закончена, вот он, общий уровень цемплирования 16, 71, здесь у нас цемплирование для динозера 15, и, соответственно, динозер, уровень цемплирования 15, то есть, вот она картинка, она не сильно будет отличаться, здесь shadow, динозер, рендер, то есть, все те, которые, все те каналы, которые нам нужны, но каналы мы поснимемся в следующем видео, поэтому здесь мы сильно останавливаться на них не будем, то есть, вот мы досчитали, вот мы получили нашу картинку, можем брать динозер, можем брать обычный рендер, то есть, здесь чуть-чуть они будут отличаться, в данном случае можно это закрыть, то есть, оно у нас получилось, и, соответственно, с этим разделом output мы уже почти заканчиваем, то есть, в следующий раз мы посмотрим наши рендер-каналы, вот эту часть дойдем, то есть, и вот, фактически, материалы у нас будут закрыты, камера у нас будет закрыта, соответственно, location and time закрыта, environment закрыта, и output тоже закрыта, единственное, что осталось два раздела, вот этот, но, опять же, повторюсь, мы его не рассматриваем, он фактически не сильно часто применяется, и вот этот раздел, то есть, вот этот раздел, это непосредственно настройки программы, но здесь некоторые моменты можно будет пробежать, ну, скажем так, вскользь, здесь по умолчанию все установлено более-менее адекватно, но вот этот раздел мы рассматривать не будем, если кому-то хочется посмотреть вот эти расширения, можно непосредственно в справке их почитать, то есть, самый последний раздел у нас получится вот этот, и, фактически, на этом введение можно считать законченным, единственное, только будет одно дополнительное видео по блокируемым источникам света, ну, в следующем мы будем рассматривать каналы, а теперь немножечко отвлечемся, и перейдем в Rina 6, посмотрим здесь по поводу Maxell Render, немножечко есть некоторое обновление, то есть, Maxell of Rina 5.1.6.3, дата 25.09.2020 года, билд, вот он, и в нем немножко есть изменения, да, то есть, стандартная наша панель, она вот, но добавилась панель это reference mxs, то есть, это инстансы, фактически, и дальше добавилась панель материалов, они вынесены, то есть, насколько я понял, в данный момент по изменению, скажем, интерфейса разработчики Maxell Render трудятся над вот этим всем. Может быть, соединят в одну какую-то панель, может быть, не соединят, но фактически, может быть, только по ярлыкам будет какая-то одна панель, но здесь, что немножко неудобно вот в этой части, это то, что все настройки, они разбросаны фактически по разным моментам, то есть, если брать, например, вот эту часть, да, то есть, у нас есть вот панель, и у нас есть, вот, скажем, панель то есть мы достали здесь работаем нам никуда фактически не стоит распыляться но здесь еще вот этот момент есть то есть мы фактически работаем либо с меню либо с вот этим с этими панелями либо с вот этой панелью либо здесь да то есть по факту вот так время 6 здесь немножечко ситуация такая она ну чуть-чуть скажем хуже неизвестно почему большинство разработчиков идут по пути разделения всех панелей то есть во первых это неудобно когда все разбросано в разных местах и искать это и запоминать не особо интересно но такая тенденция что разработчики по фактически последнее время все разбрасывают по разным панелям неизвестно с чем это связано и не ускоряют процесс работы а наоборот замедляет его особенно время опять то есть время веры для арина ну фактически он сейчас для максвелла но будет или арена то есть там некоторые вещи усложнились не упростились усложнились разработчикам кажется что это все упрощается и все это легче и проще но такой процесс который наоборот идет на усложнение но чтобы коснуться вот этой части да мы можем посмотреть у нас есть меню вот это она довольно коротко то есть сюда мы почти не заходим то есть у нас как бы здесь не так много меню не так много команд то есть вот одна панель да вот здесь панель ну ладно она вынесена она нормальная но когда мы начинаем работать то есть мы должны предположим в камере зайти вот сюда то есть вот эта камера если мы создаем какой-то объект неважно поставим вот такими вода вот мы его выбрали соответственно у нас к этому объекту мы переключаемся видим его свойства но свойства камеры они вот то есть вот в этой части при двух переключениях собраны у нас разные вариации то здесь вот у нас если просто навестись это камера здесь мы можем выбирать все что нам необходимо соответственно если здесь то это переключает на объект ну вроде как наверное удобно да по поводу рендеринга вот дополнительное меню то есть если мы переключимся maxel for in a здесь вот у нас еще вкладки идут то есть вот они здесь их нужно искать если мы включим предположим материалы да то есть соответственно у нас здесь вот maxel material вот он стандартный то есть здесь у нас показывается текстура и здесь у нас layer то есть ну вполне скажем адекватно распределено в данный момент но это уже дописано скажем то есть раньше этого не было то есть если мы стоим наверху мы видим все да если мы спускаемся например layer здесь у нас заметки можно указывать там режим выбирать и соответственно дальше bsdf то есть это наш основной рабочий вариант то здесь уже все остальные настройки есть ну и плюс текстуры то здесь у нас идут вариации по поводу текстур то есть мы можем непосредственно сюда но как бы вот в этой части немножечко как-то организовано все более адекватно то есть вот в одном менеджере да все есть ну та же самая ситуация касается еврея то есть там тоже менеджер одинаковый почему вот здесь это все разбросано по разным местам вот но возникает пока что такой вопрос но в принципе немножко стабильнее стала работа то есть предположим даже вот в этом случае пока что ну более менее стабильно это все работает посмотрим как будет она развиваться дальше что еще у нас дополнительного ведут наши разработчики посмотрим то есть здесь как бы пока ситуация вот такая ну удобно либо неудобно здесь вариантов скажем несколько можем работать непосредственно вот здесь то есть она ничем не отличается что вот это что вот эта часть то есть она ничем не отличается все одинаково все стандартно то есть все моменты стандартные даже вот эта панель она стандартной так и осталась единственно там добавилось облако ну и здесь тоже она есть то есть как бы даже это в этом случае все стандартно вот эта часть у нас экспорт all data запакованная то есть здесь фактически просто запись файла ну такие мелкие какие-то изменения здесь это тоже есть здесь вот добавлено еще вариация можно всю сцену запаковать то есть фактически теперь немножко проще ну и дальше соответственно появились материалы да есть кастомный материал можно импортировать кастомный материал можно из онлайн галереи добавить материал можно создать emitter то есть дополнительно можно стекло создать непосредственно архитектурное ну любой архитектурный материал да create это solid то есть это у нас полностью не прозрачный материал дальше у нас идет прозрачный материал дальше нас идет металл соответственно идет translucent то есть тот который у нас пропускает свет и под поверхностное рассеивание внутри до производит но отличается от прозрачного то есть прозрачный просто свет пропускает там с преломлением здесь у нас свет рассеивается внутри дальше идет car paint то есть краска автомобильная дальше нас идет материал волос идет substance материал то есть можно импортировать уже все это поддержка добавлена дальше идет create table brdf материал то есть это есть материалы которые на с табличными значениями то есть можно их использовать и дальше у нас идет create xrite xf материал то есть это непосредственно компании xrite которая делает точные цвета то есть это для очень точных цветов вот то есть вынесены все материалы отдельно и соответственно вот он не станции скажем объект то есть ярлык для инстансов но остальное это уже ну то есть инстанс нужно сначала сохранить а потом добавлять в сцену есть уже готовые файлы то есть мы можем попробовать там включить но нам это ничего не даст то есть у нас нет файла его нужно сначала сохранить либо взять какой-то готовый но ситуация вот шестым ирина вот такая соответственно с пятым остается вот такая как есть и можно спокойно выбирать в какой версии работать то есть либо в 5 либо в шестой ну и соответственно с вот этим вопросом которые сегодня мы рассмотрели то есть шумоподавление это у нас все вот эта часть то есть сам раздел он не сложный